Приветик! Это опять я, Грегори. Если вы зашли чуть позже, вы пропустили мое вступление, но ничего страшного. Если вы на Венюрис, все что нужно, вы узнаете, зайдя в InfoDesk. Итак, у нас первый доклад. Илья расскажет про редакторы OpenStreetMap. Редакторов много, и он расскажет, как они изменяются или могут поменяться, возможно ли не иметь карты в редакторе карты. Так что посмотрим в рассказ, и он потом доступен для вопросов. Редактор карты без карты. Привет. Я Ля Зверев. Люблю OpenStreetMap. Не в меньшей степени потому, что у него высокое качество. Знаете, был такой веб-сайт Best of OSM, который показывал отличные примеры картирования OpenStreetMap. То есть, города и разные территории, которые отлично замаплены. И сейчас этот веб-сайт в целом устарел. Потому что уровень картирования, который представлен на этом сайте, уровень, который теперь просто ожидается от большинства городов и районов OpenStreetMap. Это круто. Потому что за 16 лет мы сделали много инструментов, которые помогают нам заполнить пустые места на карте. Наши главные редакторы, ADJOSM, они уже отличные. Они помогают маппить очень быстро. И специальные инструменты типа Rapid помогают нарисовать пропущенные дороги и здания буквально за пару кликов, фокусируются на пропущенных атрибутах и помогают вам их заполнить. Так что карта у нас полна на всех уровнях, всех атрибутах. Мы очень хороши в заполнении пустых мест. Но в последние 16 лет мы так и не решили какую задачу. Как хранить, как делать карту свежей? Наша карта теряет белые пятна. Это хорошо. Но она очень быстро устаревает. Я уверен, что где-то рядом с вами есть таран или заведения, которые замаппили лет 10 назад, и они с тех пор закрылись, но на карте до сих пор остались. Найти такие заведения, держать карту свежей, гораздо сложнее, чем рисовать ее с нуля. И как это сделать? Пробовали ли мы поступить к этой задаче? И главная вещь, как можно это сделать, нужно сделать сфокусированные приложения. Например, фокусироваться только на дорогах или на территории или на магазинах и заведениях. Если вы не фокусируетесь, то гораздо проще будет просто все удалить и нарисовать с нуля. Наши редакторы, в общем-то, не предназначены для редактирования и обновления данных, только для рисования. У меня была мысль для магазинов сделать что-то типа Аменти-эдитора, который покажет карту с маркерами, варианты, как обновлять данные. Я этого не сделал, но я помогал делать мэпсами, которые примерно вот это вот. Это редактор, которым можно пользоваться на улице, то люди берут его с собой, видят разницу между картой и тем, что они видят вокруг, обновляют карту. Помогло ли это? Не особо. Потому что люди в основном добавляют то, чего нет на карте, пропущенные магазины, но не редактируют то, что уже есть. На нашей карте до сих пор полно старевших данных, но все равно что-то чуть не хватает. Чего? Может быть, мы неправильно это смотрим, может быть, нам мешает сама карта. В последние пару лет я смотрел на интерактивные карты и думал, это не идеальный поиск интерфейс. Добавить интерактивную карту на сайт сейчас очень просто. Берите любой движок типа Leaflet, кидаете на сайт, добавляете маркеры, и вот у вас есть интерактивная карта. Очень круто. Но то, что сделано просто, не означает, что это нужно делать. Это не всегда лучший способ. Потому что людям обычно не нужны интерактивные карты. Людям не нужны слои, не заходят на сайт, чтобы двигать карту и зумиться вперед-назад. Это не то. Они заходят на карту, на сайт за ответами. Например, людям не нужны расположения автобусов на карте. Они хотят знать, когда автобус придет. Не нужна карта пробок, нужно знать, сколько времени вы проведете в пробке. И схемы проезда или схемы ресторанов неподалеку, их лучше показывать картинками, а не интерактивной картой. Потому что картинку можно сохранить, можно отправить в мессенджер. Но сделать интерактивную карту проще. Почему-то. Так что я сложил 2.2 и подумал, карты – это то, что не дает нам сделать хороший редактор карт. Можно ли сделать редактор карт без карты? Ну да, конечно можно. Когда вы думаете об обновлении карты без интерактивной карты, думаете об импортах. Импорт – это отличный пример обновления карты. Вам не нужна для импортов, вам нужны скрипты и данные. Вы соединяете скрипты и данные, и результат загружаете в OpenStreetMap, и карта становится лучше, карта становится свежее, если можно. Очень мало кто умеет делать импорты. Но это вариант. То есть это дает нам идеи о том, что и как можно сделать. Более классические редакторы без карты – это Raw Editor или Level 0. Они скачивают сырые данные из OpenStreetMap, вводят их как текст. Вы редактируете карту, как вы редактируете текст. Вам не нужна интерактивная карта. То есть если у вас в базе данных есть данные с координатами, это не значит, что их нужно отображать на карте. Иногда достаточно текста, чтобы интерактировать атрибуты, например. Редактировать атрибуты – это важно. Это дает нам идеи, что можно еще сделать. То есть если вы работаете только с текстом, вы можете встроить редактор этого OpenStreetMap. Даже не нужно запускать ID, чтобы отреактировать теги. Или можно реактировать карту из командной строки. Так что редакторы, которые реактируют апплименту Wikidata. Реактировать тег Wikidata находит значение автоматически, задает пару вопросов и загружает результат в OpenStreetMap. Очень просто использовать. Не требует карты. И всего пары кликов можно сделать карту лучше. Это очень сфокусированный редактор. Я могу добавить другие редакторы, которые не требуют карты. Ну вот, например, Derivista. Derivista – офигенный редактор, который использует Mapillary. И вместо использования карты как абстракции для реального мира, вы видите фотографию мира, кликаете на нее и добавляете объекты. То есть вообще эта карта пропускается. Реактируете прямо в реальный мир. Вот. Или вот редактор от Swimika – 360 градусов. Вот. Тоже показывает… Поверх нее висует данный OpenStreetMap. И с нее в теории можно сделать все, что угодно. Вот. Это тоже очень сфокусированный редактор, но он фокусируется не на слоях или тегах. Он фокусируется на расположении. Он очень локальный. То есть вы смотрите вокруг себя и смотрите, что на карте пропущено, и добавляете это. То есть такое что-то типа микромэппинга. И еще есть MapSwipe. Если я бы спросил, используют MapSwipe. Ну, я уверен, что почти каждый из вас когда-либо его использовал. Это отличное приложение. Оно показывает вам спутниковые симки и просят понажимать на клеточки, где есть дороги или здания. И вы скажете, но это же не редактор. Вы просто нажимаете на спутниковые симки. Но редактору не нужно делать полный проход редактирования. Он может сделать только один шаг. Например, с обходными листами. Это редактирование в два шага. На первом шаге вы запрещаете джоусом. Обновьте данные. И MapSwipe – это идеальный первый шаг для гуманитарного картирования огромных территорий. Потому что он с времени фокусируется на местах, которые нужно картировать. Опять же, этот редактор без карты, потому что у него нет интерактивной карты, только картинки, дает нам идеи, как мы можем его использовать для наших целей, для обновления карты. Потому что, например, иногда нам приходят свежие снимки в наши редакторы. И мы могли быть зрители, которые покажут эти снимки, поверх них покажут данные OpenStreetMap, и всего за пару часов мы найдем все, что изменилось на этих свежих снимках. Новые дороги, новые здания, уничтоженные здания. И потом можем фокусироваться на этих изменениях, обработать, обновить карту. Что классно с MapSwipe, что он втягивает. Он очень увлекательный. Похоже на ту штуку, которую Стив Кост показал много лет назад, редактор входов в здания. Он показывал картинки зданий, и нужно было кликать на входы в них. Это было картирование одним кликом. Вот. И мы, как сообщество OpenStreetMap, провели очень много времени кликая на здания. Я сам кликал несколько сотен. Это очень затягивало. И результат был налицо. И, несмотря на... И, в общем, вот какие идеи у нас появились. Во-первых, это должно быть сфокусированное приложение. И нужно сделать большее положение, которым пользуются на улице. Потому что сейчас Осмо этого не хватает. Вот. То есть посмотрите на StreetComplete. Всего за несколько лет он поднялся на четвертое место в списке самых используемых редакторов по количеству пользователей. На втором месте Maps.me. И, в общем-то, это все. Это два сфокусированных редактора в верхней десятке. А нам нужно больше. Мы могли бы сделать, например, редактор общественного транспорта. Потому что сейчас редактировать общественный транспорт очень сложно. Нужно активную карту, смотреть все маршруты остановки, тыкать на остановки и атрибуты, и править их. Нужно реактивировать отношения, сортировать остановки, платформы и знать схему общественного транспорта. Это все очень сложно. И это совершенно не соответствует взаимодействия с общественным транспортом. Когда просто приходишь на остановку, видишь ее название, местоположение, которое можно было добавить в приложение. Для каждого маршрута иногда есть список остановок. То есть можно было просто ввести эти числа, название остановок и все. То есть не нужно рисовать все маршруты с нуля. Потому что вы не ожидаете, что кто-то придет в Осом и сразу нарисует весь свой город. Вы ожидаете, что кто-то придет и будет рисовать маршруты общественного транспорта целиком. Ну и, конечно, святой гра или OpenStreetMap – это обновлять магазины и заведения, что их до сих пор не обновляют. И полгода назад мне пришлось подумать над этой темой, когда я делал боту в Телеграме для моего района, то есть список всех магазинов и заведений. Я его делал для поиска, но мне нужно было откуда-то взять базу данных магазинов и заведений. Качество Осмо в том районе было очень плохое. Мне пришлось все пересобрать самостоятельно. И я не мог использовать приложение для Осмо, потому что время было ограничено. Если бы я использовал редактор OpenStreetMap, мне пришлось сделать два в Осом, и это не прикольно. Поэтому мне пришлось сделать свой редактор для заведений. И, в общем, я сделал в том же окружении, что и мой список заведений в Телеграме. Телеграм – это месседжер, популярный в России и Беларуси. Он не очень много умеет. В нем можно обмениваться текстом, картинками, и можно сделать кнопочки, на которые нажимать. Все. Интерфейс, никаких интерактивных карт. Так что, как сделать редактор в таких условиях? Оказывается, что если вы подходите к вопросу последовательно и фокусируетесь только на одном, возможно, и даже очень эффективно. Конечно, моя цель в аудитории была только один человек – это я. Так что для себя я оптимизировал фосы в гриву. Я сработал. В некоторые дни я собирал до сотни магазинов и заведений. И под сборами я найду не только занести точку и записать названия, но сделать несколько фей, написать от руки их телефоны, сайты, инстаграмы и зайти вовнутрь, поговорить с владельцами иногда. Вот. Куча работы для каждого магазина. Я делал эту работу очень быстро. Если хотите узнать больше, есть презентация FOSDEM, BOT и весь процесс. После той презентации два вопроса мне задавали чаще. И во-вторых, почему бы не использовать OSM с самого начала? Конечно, данные можно экспортировать. Это будет еще один импорт. Импорты сделать сложно, но можно. Может и сделаю. Насчет OSM для хранения, у меня были заготовлены ответы. Потому что в OSM куча проблем. Лицензия, нестабильность, медленный IP, метадата, потому что я не могу сохранять фотографии или кучевые слова в OpenStreetMap и схемы, потому что мое тегирование в приложении слегка отличалось. Так что, действительно, зачем хранить данные в OSM, когда можно не хранить в OSM? Но вопрос все еще со мной остался. И теперь я переехал в другой город. Люди не используют Телеграм. И делая все то же самое в Телеграме, было бы странно. Нужно было что-то другое. И пару месяцев назад я наконец понял, как редактор для магазинов OSM должен выглядеть. И я начал исследовать это. И сегодня я планировал показать этот редактор, но SDK Flutter оказался чуть более сложным, чем я ожидал. Так что я еще работаю над редактором. И надеюсь, что в августе вы сможете его погонять, чтобы замапить свой окружающий магазин. А пока я покажу пару картинок. Вот. То есть, весь интерфейс приложения к магазинам рядом с вами. То есть, приложение получает ваше местоположение, сортирует магазины по расстоянию и показывает. То есть, вы видите магазин в реальном мире, вы открываете этот список, не видите его в списке, вы жмете на кнопку плюс, вводите его данные, название там и время работы, и отправляете в OpenStreetMap. Если вы видите магазин в списке, вы проверяете время работы, что он все еще открыт. И, если все в порядке, вы кликаете на галочку. Эта галочка отправляется в OpenStreetMap как тег CheckDate. И этот тег, это прям самое важное, что здесь есть. Он показывает, когда этот магазин посмотрели, и на завтра вы вернетесь, чтобы закончить работу, вы уже увидите, какие магазины вы просмотрели, какие нет. Две страницы со списком и со списками. И они позволят держать карту вашего района свежий, обновленный и под присмотром. И то, что позволяет сделать такой редактор, это то, что мы забыли про интерактивную карту. Вам не нужно кликать на маркеры. Если вы кликаете на маркеры, вы делаете что-то неправильно. Конечно, будут дополнительные фичи, как работа в оффлайне, сохранение метаданных типа фотографий, и фильтрация по этажу, потому что в торговых центрах вы будете сначала обойти один этаж, потом другой, и не видеть все со всех этажей в одном списке. А в целом, вот. Так что, да, я работаю над редактором в августе. Хотите помочь? Пишите. Если есть какие-то мысли, тоже пишите. Так что, подытоживая Opposite Map, есть проблема с данными, которые устаревают. И чтобы решить эту проблему, нужно делать больше сфокусированных приложений для улицы. и то, что может избегание интерактивных то, что интерактивные карты неэффективны. И мы можем сделать работу удобнее, используя просто текст и кнопки без карт. Так что, подумайте, как приложение можно улучшить. Если есть какие-то мысли, то я Илья Зверев, и хорошо вам дня. Пока. Я подпишу эту проблему. Для будущих, я буду делать это сейчас. Если вы спросите в комментариях, я подпишу это в комментариях. И тогда вы можете как-то выбрать на них. Мы получили хорошие вопросы. Я сейчас обычно их вопрос. Но он не может быть в этом, он обычно находится в конференции. Он вот такой может быть в том, что он не может спросить. Здесь были какие-то 1. И какие-то снимали. зарабатывать. И заставляем деградиентом, они Илья Зверевая. Стоит ли пессорность. Но это было очень-� и очень nice I have it in the woods. So, yeah, if you are giving a talk, you should have an email with a link to join a special Big Blue Button session. If you can do that before the talk ends or even when it starts, then I know you're here. But for now, I'm going to stop there and we've got a couple of minutes for our next talk. If you want to chat with yourselves about map-less map editors, you can move into the post-talk chat room and Ilya might join you. That's me.